Почему упал Ford Ross, что не позволило автоконцерну удержать позиции в России? 16. Газета «Коммерсант» номер 70 от 19 апреля 2019 года, СТР. 10. Ford, когда-то самый успешный иностранный автоконцерн на российском рынке, полностью закрывает свой легковой бизнес как производство машин в РФ, так и их импорт. 11. Твердый знак разобрался, в какой степени уход Ford был вызван глобальными проблемами самой американской компании, а в какой сложностями российского рынка и слабой отдачей от партнерства с Солерсом. 12. При этом шансы Ford в России нельзя назвать полностью потерянными, в сегменте коммерческих автомобилей, учитывая проблемы группы ГАЗ, он может занять значительную часть рынка. 13. Прерванный разгон. «Форд становится неотъемлемой частью российской национальной автомобильной промышленности», говорил посол США в России Александр Вержбоу в 2002 году в ходе церемонии открытия завода «Форд» во Всеволожске. Он отмечал, что компания стала первым иностранным автопроизводителем, построившим полноинтегрированный завод в России. Концерн во многом был первопроходцем, дилеры бренда в России появились еще в начале 1990-х годов, а в 1997 году «Форд» первым из иностранных автопроизводителей зарегистрировал в стране дочерняя ООО «Форд» моторкомпании. На предприятии во Всеволожске начали собирать «Форд Фокус», и спрос на отечественную машину оказался ошеломительным. Очередь на автомобиль после запуска продаж растянулась на 4 месяца. Машина локальной сборки выигрывала в цене не только по сравнению с импортом из дальнего зарубежья, но и с традиционно более дешевыми брендами, например корейскими, выпускавшими автомобили в странах СНГ. Уже в 2003 году «Фокус» потеснил многолетнего лидера и почти на 10 лет закрепился в статусе самой продаваемой иномарки в России. Производства не всегда хватало, чтобы покрыть спрос, и «Фокус» приходилось дополнительно импортировать машины. В результате завод во Всеволожске в 2004 году вышел на проектную мощность в 25 тысячах. «Форд Фокус» в год с опережением на год и даже превысил ее. С конвейера сошло 29,7 тысячи машин вместо запланированных 17,7 тысячи пик продаж пришелся на рекордный для автопрома 2008 год. В целом в РФ тогда было продано 3 миллиона автомобилей, из них 186,8 тысячи. «Форд» гендиректор аута «Дира» СПБ Михаил Чеплыген вспоминает, что, например, в Петербурге тогда было продано 20,7 тысячи автомобилей. «Форд» в 2018 году 9,45 тысячи. И в следующие 10 лет рубеж в 20 тысячах проданных машин в городе был преодолен лишь раз. В 2018 году это сделал. «Хайдай» падение российского авторынка в 2009 году во время мирового финансового кризиса потянуло за собой и продажи. «Форд» Но концерн не отказался от планов расширения производства и в 2009 году начал сборку во Всеволожске еще одной легковой модели, более дорогой. «Форд Мондео» Неудавшийся «Фокус» В конце нулевых «Форд» был одним из лидеров российского авторынка, конкурируя в первую очередь не столько с корейскими брендами, сколько с американским «Шевролей» и японским «Ниссан», говорит Михаил Чеплыген, отмечая, что флагманом была модель «Фокус». Директор филиала «Авилон» «Форд» Михаил Жмаков говорит, что ценовая политика бренда тогда обеспечивала марке устойчивую клиентскую базу. В целом потребитель был заинтересован купить локализованный иностранный автомобиль по меньшей цене, но постепенно конкуренты также создавали в России мощности и этот эффект был исчерпан, говорит Владимир Беспалов из ВТБ «Капитала». В 2011 году на рынок вышло третье поколение «Фокус», и успех семейства замедлился. С каждым обновлением флагман только дорожал, а сегмент бюджетных иномарок «Пи» класса, в котором играли конкуренты в лице «Волксваген Поло Садан», а также корейских «Хайандай Силарис» и «Киа Рио» начал набирать обороты. Хотя корейские бренды «Киа», «Хайандай» на момент выхода на российский рынок уступали «Форд». По классу, размеру автомобиля и в технологичном плане, машины были значительно дешевле, а и значит, доступнее для покупателей массового сегмента, в котором работал американский автоконцерн, не имеющий высокого уровня локализации, говорит гендиректор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин. Российская сборка более бюджетного «Форд Фиэстер». Началась гораздо позже, только в 2015 году. Глава Ассоциации российский автомобильный дилер Олег Масеев подтверждает, что «Форд Фокус» первого поколения был очень популярной машиной в своем сегменте и по соотношению цены и качества выигрывал у всех. Но в какой-то момент потребитель, на которого была ориентирована машина, перестал ее покупать. В результате, когда в 2013 году российский авторынок снова начал снижаться, пока только на 5%, «Форд» упал сразу на 18%. Именно «Фокус» просел еще сильнее на 27%. В 2014 году начался полноценный кризис и продажи «Форд» упали на 38%. В 2015 году легендарный «Фокус» навсегда вылетел из топ-25 бестселлеров российского авторынка. Продажи «Форд» в России упали ниже реализации уазов его партнера «Солиз», модельный ряд которых был в несколько раз меньше и в целом считался устаревшим. Источники «Твердый знак» на рынке говорят, что девальвация рубля в 2014 году заметно ударила по «Форд» из-за низкой локализации. По их словам, производимый в России двигатель это единственное, чем реально может похвастаться «Форд» в «Форд Солиз». При этом отмечают, что средняя локализация автомобилей «Форд», производимых в РФ, составляет около 60%. Рост цен на машины из-за наличия импортных комплектующих стал очередным ударом по позиции «Форд» в борьбе за небогатого клиента. Если бы не господдержка спроса, компания уже тогда могла бы последовать примеру «Жи-Эм» и уйти из России, считают собеседники «Твердый знак» на рынке. Субсидии продлили агонию «Форд». Если друг оказался туг. Вторым ключевым моментом, определившим судьбу «Форд» в России, на рынке называют «Эспесса Лерсом» Вадима Швецова, созданное в 2011 году. С одной стороны, шаг был вынужденным. Государство изменило правила доступа к льготным условиям, обязав участников рынка подписать вторые соглашения по промышленной сборке. Они предполагали создание производства на 300-350 тысяч. Машин в год, выпуск двигателей и общую локализацию на уровне 60%. На рынке начали создаваться альянсы иностранных и российских игроков. С другой стороны, добавляет Владимир Беспалов, «Форд». К тому моменту было уже некуда расширяться в Ленобласти. А российский партнер внес в СП две площадки в Татарстане в Елабуге и Набережных Челнах. В планах, которые партнеры по СП презентовали чиновникам, были надежды, что объем российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей к 2016 году удвоится до 3,7 миллиона машин, а СП за это время увеличит долю «Форд» в России с 4,7% до 9%. Глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов о том, почему «Форд» сдал позиции на российском рынке и на рынке изменения раскладов встретили скорее с энтузиазмом. По словам источников «Твердый знак», «Форд Солерс» ввел невнятную дилерскую политику, причиной которой было непонимание бизнеса руководством Солерса. По мнению одного из собеседников «Твердый знак», именно Солерс неправильная дилерская политика и фактически свел на нет развития в России другого своего партнера. Однако ситуация не улучшилась. Наоборот, в менеджмент СП стали приходить люди из Солерса, отмечают источники «Твердый знак». В 2017 году президентом «Форд Солерс» впервые стал россиянин Адиль Ширинов. В его биографии была как работа в «Форд» в России в начале 2000-х годов, так и пост коммерческого директора Солерса. В результате «Форд» в РФ несоразмерно продажам расширял дилерскую сеть. Доходность продавцов начала падать, а монобрендовые салоны «Форд» почти исчезли, говорят на рынке. В плюс продажи «Форд Солерс» в России вышли в 2016 году, но концерн так больше и не достиг объема в конце 2000-х годов. Доля «Форд» на рынке не превышала 3% вплоть до конца 2018 года. При этом мощности несоразмеримо выросли до 350 тысяч автомобилей в год. Помимо Всеволожска, где выпускались «Фокус» и «Мондео» в Елабуге, именно там в 1990-х также покинувший рынок «Генерал Моторз» собирал «Шевролей Блейзер». Началось производство «Форд Кига», «Эксплора» и «Транзит» в набережных челнах «Экоспорт» и «Фиэста». Концерн построил и запустил завод двигателей. Эти инвестиции были явно избыточны, говорят источники и твердый знак на рынке, а логистика не продумана. Три завода, где производится условно по две модели, смешные объемы, ожидали более высокого качества. Модельный ряд участники рынка называют еще одним больным местом. «Форд» В течение последних нескольких лет бренд не выпускал новые модели в России и линейка конкурентов оказалась более разнообразной, говорит Михаил Жмаков. От каждого производителя клиенты ждут новинок, соглашается Михаил Чеплыгин. Все конкуренты за последние 10 лет запустили новые модели и даже успели их обновить, а порадовал лишь появлением «Экоспорт». Эта модель вместе с «Кига» могла занять достойные позиции в сегменте кроссоверов, уточняет господин Чеплыгин, но они проиграли по стоимости. Да и срок вывода моделей концерн затянул, добавляет Олег Массеев. Сегмент кроссоверов на тот момент активно рос уже несколько лет. Он согласен, что цена на «Кига» была завышена, а от «Экоспорт» потребители ожидали более высокого качества. По мнению Олега Массеева, проблемы с модельным рядом в легковом сегменте характерны в целом для глобального «Форд». Владимир Беспалов добавляет, что на сдувшемся российском рынке проблемы оказались наиболее заметны. Покупатель, который хотел более дешевый автомобиль, брал конкурентов с меньшим набором опций, а тот, кто ориентировался на дорогие автомобили, выбирал не «Форд». С точки зрения цены бренд был дорогим для бюджетного сегмента, но в премиальный сегмент он так и не попал, оказавшись в ловушке. После полного ухода «Форд» его место займут «ВВ», «Хиандай», «Рено» и «Ниссан», полагает эксперт. Маркетинг, который мог сгладить проблемы продукта, также не был сильной стороной «Форд» в России, признают на рынке. Один из собеседников «Твердый знак» поясняет, что несерьезное отношение к этому направлению или же отсутствие бюджетов заметно даже по сайту бренда в РФ. В отличие от прямых конкурентов, «Форд» почти не вкладывался в популяризацию бренда в России, социальные и имиджевые проекты, отмечает господин Петрунин. Все эти вопросы явно не могли быть характерны только для одного рынка. И подтверждением тому стала глобальная реструктуризация бизнеса. «Форд» так, в США бренд отказывается от развития седанов. В Европе, отмечает Владимир Беспалов, «Форд» делает ставку на «LCV» и «SUV» сегменты. Глава РАД Олег Масеев полагает, что традиционные американские концерны в целом проиграли конкуренцию в Европе и в основном держатся за счет продаж пикапов в США. В России «Форд» теперь останется только как производитель и импортер «LCV» СМ. Справку. Как подчеркивают в компании, новая структура «Форд Соллэс» соответствует глобальной стратегии «Форд» по укреплению лидерства в сегменте коммерческого транспорта и расширению бизнеса в тех сегментах, которые демонстрируют лучшие результаты отдачи от проделанных инвестиций. В этом сегменте у «Форд» действительно неплохие перспективы, особенно на фоне проблем группы «ГАЗ». Ольга Никитина. Самое важное на странице коммерсант во Вконтакте.